Самый, наверное, знаковый бой это был бой в район Саурмадилы. Там и наши славяне были, там группа медведя была, с востока ребята там, по-моему, были. Это был, да, можно сказать, был повторен подвиг героев Великой Отечественной войны. Кучка ребят противостояла довольно большим подразделениям украинской армии, против танков, БТРов, самолетов. Лично наше подразделение не было на своей могиле, но они находились, скажем так, в зоне нашего визуального видения. То есть мы это прям своими глазами видели, как самолеты бомбили, штурмовики, скидывали на них снаряды, бомбы. Вот за этими памятниками там какие-то лазы, там они укрывались, и чудом-чудом они выжили, потому что при том обстреле, и они смогли удержаться. Вот это действительно, это было сражение. Вот. Ну и тот вот этот южный котел, который удалось прижать украинскую армию к российской границе, вот, это, ну, скажем так, это чудо было. Я не знаю, это просто и было, ну, невероятно. Меньшими силами, с меньшим оружием, вот, и меньшим вооружением останавливали и танки, и даже вот самолеты, опять же, были сбиты в районе Мариновки. Это, ну, это, это просто невероятно. Вот. С этих старинных противотанковых ружей останавливали, БТРы подбивали. Ну, хотя, правда, в том же районе Мариновки, как мы наступали так же, чуть наш штаб славянской бригады тоже чуть не оказался в окружении. Был и такой момент. Была явная угроза окружения, потому что все-таки армия украинская, да, она старалась отбиваться. Вот. Чего, вот, наверное, духа у них все-таки не было. Именно как-то они боялись в бои ввязываться. Все больше это само отступали. Но каждый раз была угроза, что они нас разгромят. Каждый раз эта угроза присутствовала. Вот. Это было невероятно. В районе Мариновки, да, то мы наступали, потом они нас калашматили, потом снова мы наступали. А отбиваться, ну, в общем-то, и боеприпасов не хватало. С тяжелого вооружения что у нас было? Птурсы с зарядами, которые, ну, один из трех срабатывал. Ребята пока наведут на танк тот Птурс. Заряд для того, раз, осечка, вынимают этот заряд, снова другой закладывают. Вот эта ракета, она не стреляет. Вот. Ну, есть там бронебойщики, там вот место тоже, между Мариновкой, по-моему, Петровским где-то в том квадрате. Вот. Там танков несколько подбили. Вот это вот такси. Потом шли бои за маленький такой поселок Кожевня. Не могли его. Дважды ходили на Кожевню, не могли взять никак. Вот. Стоять его с захода, не знаю, тоже где-то кто-то откуда-то помог, что это Кожевню. Прямо, она практически на границе стоит Кожевня. Там Красная Заря, там все рядом в районе Мариновки, это на этом маленьком беточке. Вот. Там тоже упирались пока, ну, не поджигали всю эту технику укропов. Там, там бои, да, шли серьезные.